В этом выпуске получила продолжение история с депутатом Коробейниковым, которого ранее уличил во вранье один из самых лучших режиссеров и актеров советского периода. Также Никита Михалков о сложном положении молодежи, их выборе в жизни и куда приведет новая дорога. Никита Сергеевич Михалков – это не просто выдающийся кинорежиссер России, но и настоящая легенда. Его высказывания о стране и ее народе всегда заставляют задуматься. Главная особенность его слов – они никогда не пусты и не бессмысленны. Поддерживаете ли вы деятельность Никиты Михалкова, его реакции на острые вопросы? Если да, то пишите за Михалкова в комментариях к этому выпуску. Каждое высказывание Михалкова основано на фактах и реальности. Один из ярких примеров его работы – проект «Бесогон», который стал его заслугой. Именно там Никита Михалков обсуждает актуальные вопросы и проблемы современности. Недавно Михалков в строгой манере высказался о подрастающем поколении молодежи нашей страны. Два года назад в интервью 75-летний кинорежиссер подчеркнул важность правильного воспитания ребенка в раннем возрасте. Пока поперек лавки лежат, такую мысль произнес Михалков. Великий человек всегда точен в своих метафорах. Главное – успеть. Когда человек начинает подрастать и переходит на новый жизненный этап, воспитание уже бесполезно. Михалков также пояснил, что в случае неразрешимых проблем для подрастающего поколения могут возникнуть серьезные последствия. Предательство может коснуться самого человека. Никита Михалков на этот раз посвятил разговор главной проблеме России – российской молодежи. Он произнес фразу «невежественность и инфантильность». Эти черты характерны для многих молодых людей, особенно в условиях стремительного развития мира и появления новых ценностей и идеалов. Молодежь все чаще преследует личную выгоду и думает только о том, как поступить в определенной ситуации. Михалков назвал это опасным явлением, так как действия, не согласованные с окружающими, могут принести больше вреда, чем пользы. Для иллюстрации своей мысли Михалков привел пример из жизни. Он рассказал о молодом человеке по имени Шарлотт. Корыстные планы и цели певца погубили его самого. Эдуард Валерич Шарлотт год назад покинул пределы Российской Федерации. Он демонстративно сжег паспорт и высказался о поддержке в сторону Запада. Без паспорта Шарлотт не смог покинуть столицу Армении, город Ереван, и в аэропорту ему объяснили, что без паспорта вылететь в Киев невозможно. В столице Украины певец также не получил никакой поддержки. Это проявление инфантильности раскрыл Михалков в своем выступлении. В заключительной речи Михалков объяснил, что именно на подрастающем поколении будет держаться Россия. Важно не запускать воспитание и учить детей правильным ценностям с малых лет. Формирование личности происходит постепенно, и тут главное – не опоздать. Сейчас ситуация в стране сложная как для взрослых, так и для молодежи. Взрослые не должны игнорировать процесс воспитания, иначе риск появления опасностей и угроз для общества и страны велик. Никита Сергеевич Михалков все чаще рассматривает вопросы подрастающего поколения. К сожалению, человека в осознанном возрасте мало чему можно научить. Но воспитать в молодежи правильные ценности и научить тому, что действительно пригодится в будущем для пользы других людей и страны – это вполне реально. Самое главное, чтобы молодежь России не представляла опасности для окружающих. Никита Михалков о неожиданных проявлениях граждан существует одна интересная категория граждан, о которой рассказал Никита Михалков. Он обратил внимание на любопытную историю. Вот что произошло. Депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Коробейников объявил в сцетях, что подписал контракт с Минобороны и уехал в зону проведения СВО. Он опубликовал свои боевые фотографии, что вызывает уважение. Человек из СОБРАНИЯ решил сам пойти воевать – достойный поступок. Но, как оказалось, все не так просто. По информации из открытых источников, местом службы этого народного избранника будет Федеральное казенное учреждение 66 Финансово-экономическая служба Министерства обороны РФ, по сути, централизованная бухгалтерия. Никита Михалков уточнил, что это учреждение зарегистрировано в Екатеринбурге. Но в чем проблема? Дело в том, что целью этой публичной активности депутата является получение статуса участника СВО, чтобы воспользоваться 25-процентной льготой на участие в праймере СЕР и далее пролезть в Госдуму. Вот что эмоционально на сей счет сказал Никита Сергеевич. «Самое невероятное, ничего не страшно». Не возникает мысли, что в военное время это преступление. Одно дело, когда ты говоришь, «Я иду работать в Министерство обороны в бухгалтерию». В этом нет ничего плохого. А другое дело, когда ты фотографируешься с автоматом и говоришь, что идешь воевать, а на самом деле сидишь в бухгалтерии. «Нормально», — отметил Михалков. Он подчеркнул, что если не будет той самой мобилизации внутренней, то всеобщей мобилизации не избежать. А результаты могут быть очень нерадостными. Учитывая волну негодования, которая поднялась после того, как стали известны подробности службы в кавычках самого Коробейникова, ожидалось, что к чиновнику будут применены какие-либо негативные меры. Известно, что разобраться в ситуации призвали руководство депутата, и, соответственно, договор с ним уже разорван. Но также известно, что Алексей Коробейников состоит в партии «Единая Россия», однако там официально все гораздо спокойнее. Депутат Осксобрания Алексея Коробейникова не исключат из партии «Единая Россия» за распространение недостоверной информации о подписании контракта с Минобороны. Такое решение приняли в Свердловском региональном отделении партии. Исключение из партии – это крайняя мера. На данный момент решение об исключении Коробейникова не принималось, заявили в пресс-службе регионального отделения. В конце августа Алексей Коробейников опубликовал в Сцсетях фотографию, где он изображен в военной форме с автоматом. Депутат сообщил, что добровольцем ушел на фронт. «Я ушел на фронт». Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых задач. «Моя работа как депутата продолжается», – рассказал Коробейников. Он также сообщил, что принял позывной «Урал». На фотографии на форме виден шеврон с соответствующим позывным, а на бронежилете прикреплен шеврон с надписью «Законодательное собрание Свердловской области». Коробейников добавил, что в его отсутствие с избирателями будут общаться его помощники. Однако стало известно, что контракт с Минобороны Коробейников не подписывал. Он заключил трудовой договор с военной частью о работе на полставке вольнонаемном. Сейчас неизвестно, чем руководствовался депутат, делая громкое заявление об уходе на фронт. Благодаря, история депутата Коробейникова стала достоянием гласности. После того, как скандал разросся и стал известен в штабе Центрального военного округа, в Рио командующего ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков дал соответствующее распоряжение. Об этом стало известно даже в Министерстве обороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов дал указание комбригу следить за тем, чтобы на работу вольнонаемными не принимали блатных. Хотя понятно, что комбрик, который руководит большим коллективом, не может знать, кого приняли в часть на работу уборщицей или бухгалтером. Конечно, как мы уже говорили, об этой истории в курсе и сам министр обороны Андрей Белоусов, который, к слову, продолжает предпринимать действенные шаги в веренном ему ведомстве. Сейчас же в Минобороны принято решение отказаться от системы кадрового резерва КАЭР. Как указывается, за утратой актуальности. В Минобороны подобная система была введена еще 7 лет назад при предшественнике Белоусова Шойгу. Она касалась замещения гражданских должностей в военном ведомстве. Содержание любого кадрового резерва относительно просто, оно предусматривает создание базы данных специалистов на смену тем, кто уходит с должностей или на повышение. Также резерв нужен при открытии новых вакансий. Посложившееся за десятилетия применения такой практики в органах власти, КАЭР был и в МОРФ направлен на оперативное закрытие рабочих мест персоналом, как среди спецов, так и среди рабочих. Сейчас при отмене нынешнего кадрового резерва существует юридический нюанс. Дело в том, что изначально положение Минобороны, а нем от января 2024 года, было отменено самим президентом страны. Так же, как и изменено само положение АКР Федерального госоргана. Теперь резерв такого органа будет утверждаться не руководством самого органа, а лично президентом, его указом. Судя по всему, президент страны и его администрация теперь будут сами анализировать кандидатов в резерв, а значит, в перспективе и на саму ту или иную должность. И примерно понятно, почему это сделано. Продолжение следует...